Больше чем школа. В это воскресенье все общеобразовательные учреждения областного центра откроют свои двери для местных жителей. 18 марта белгородцы приглашают в школы посетить концерты, спортивные соревнования и выставки. Тему продолжим в сюжете. Песни, танцы и театральные постановки. Ближайшее воскресенье для белгородцев обещает быть насыщенным. Например, ученики 20-й школы готовят концерт хоровых коллективов и выставку поделок. Проект по развитию творческих способностей реализуется в учебном заведении уже более трех лет. Помимо концертной программы, у детей и их родителей будет возможность принять участие в спортивных соревнованиях. А для кого-то посещение школы в выходной день будет первым в жизни. Впервые мы будем проводить такой, знаете, день открытых дверей для семей будущих первоклассников. Для них будут даны мастер-классы учителями начальных классов, психологами, логопедами школы. Это тоже очень интересное занятие, потому что одно дело, когда ребенок готовится к школе, а другое дело, когда вся семья волнуется, готовится и принимает участие в его подготовке. Посетить школу 18 марта – не просто вариант досуга. Прежде всего, это хорошая возможность для родителей провести время со своим ребенком и узнать больше о месте, где дети проводят много времени. Мы готовим интересный праздник. Это такое показательное выступление. Мы хотим показать школу, показать наши таланты, показать наши музейные уголки. Кроме того, в этот день мы еще ждем всех посетить нашу выставку декоративно-прикладного творчества, выставку фотографий, детских рисунков, поделок. Добро пожаловать к нам в гости. 18 марта пройдет первый этап фестиваля «Русская каша». Ученики, их мамы и папы и просто жители микрорайона смогут представить свои рецепты традиционного национального блюда в 17 школах областного центра. Все участники получат дипломы. Школу в этом году подготовили очень разнообразную программу, очень интересную, потому что это одна из, наверное, немногих возможностей, когда школу могут показать все возможности, которыми они обладают. Ведь для кого не секрет, что школа давно перестала быть просто образовательным учреждением. Сейчас это значительно больше. Это социокультурный центр микрорайонов. И мы уже привыкли к тому, что многие мероприятия в городе проходят на базе наших образовательных учреждений. В ряде учебных заведений обсудят перспективы развития микрорайонов. Кроме того, горожане смогут оценить проекты, представленные в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Подробную информацию о предстоящих мероприятиях можно найти на официальных сайтах школ. Организаторы обещают создать настроение общего большого праздника и приглашают провести этот день вместе. Елена Погорелова, Александр Поддубный и Дмитрий Ерема. К этому часу. Белгород.